итак здравствуйте уважаемые друзья сейчас мы начинаем видео обзор на тему hadsan 125 и установка газовой пружины куплено через интернет магазин вместе с газовой пружиной пришло пришла документация и подробная инструкция по установке этой пружины и так начнем наши действия с непосредственно с разборки винтовки значит попутно я постараюсь комментировать данные действия значит чтобы вам было видно сейчас я выкручиваю фиксирующие болты всего их на винтовке 4 2 из них находятся в районе удара спускового механизма он же усм сейчас мы выкручиваем 2 вот даже падают болтики так и 2 находится непосредственно на ложе винтовки и их необходимо тоже выкрутить для того чтобы отделить ствольную коробку со стволом от непосредственно так открутили фиксирующий болтик сейчас начнем выкручивать с обратной стороны чтобы вам было более менее видно я его покажу вот он находится этот болтик фиксирующий и с обратной стороны находится фиксирующий сам вот этот болт так вышла фиксирующая гайка сейчас мы будем уже непосредственно так вот он вышел фиксирующий болт сейчас мы займемся непосредственно чем непосредственно отделением самого ложи от ствольной коробки со стволом вот у меня даже кусочки веточки от похождений остались в винтовке значит ложи мы составим с краю так сейчас мы занимаемся далее начнем разбирать непосредственно вытаскивать ударно-спусковой механизм отделять ствол от ствольной коробки действовать по дальнейшим инструкциям значит пока прерываемся в небольшую паузу через некоторое время продолжим разбор винтовки чтобы вам было видно как это как она выглядит вот вот так вот она выглядит продолжаем непосредственно разборку винтовки хацан 125 значит для этого нам потребуется некоторые инструменты непосредственно из оружейных наборов данными инструментами будут являться выкладка вот она выкладка который мы будем выбивать штифты фиксирующие так первоначально мы начинаем с отсоединение ствола непосредственно от ствольной коробки для этого мы сейчас здесь порядочек наведем и чтобы ничего не разлетелось начнем все это сделать по порядку значит первоначально мы удалили фиксирующий болт который фиксировал основной крепежный болт ствола как ствольной коробки можно и начать со ствола значит значит для этого мы откручиваем фиксирующий болт который непосредственно крепит ствол ствол ствольной коробки этот конечно процесс не совсем приятный потому что все это может вернее не то что может а все это будет очень тяжело собираться в последующем для этого мы используем ждем не 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 но не 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 так вот мы конечном итоге выкрутил этот болтик дальнейшие действия должны быть очень и очень аккуратно так вот мы сняли значит чтобы до конца разобрать эту всю конструкцию нам необходимо будет сначала снять вот эту вот планку вот так отсоединили значит отсоединение ствола идет путем элементарного снятия его с со специального паза обратите внимание ствол мы отсоединили ось предохранителя чтобы последующим ее извлечь значит для этого мы вытаскиваем штифт крепежный и отсоединяем скобу непосредственно от вот она предохранительная скоба которую необходимо протирать от смазки мы будем непосредственно снимать ударно-спусковой механизм для не снимать а отсоединять его от ствольной коробки мы будем использовать подкладочку значит удаляем два штифта фиксирующих задних один штифты были выдалены значит далее мы непосредственно удаляем штифт фиксирующий ударов спусковой механизм ствольной коробки для того чтобы непосредственно удалить штифт вернее не штифта ударов спусковой механизм мы удаляем штифт крепления скобы предохранительной так вот такая вот конструкция у нас вышла наружу вот она ударов спусковой механизм далее мы удаляем непосредственно болт фиксирующий задник удалил необходимо зафиксировать задник специально фиксирующим приспособлением дабы вот эта вся конструкция которая сзади задника под действием пружины не вылетел так после небольшой паузы получилось вот такая вот фиксирующая конструкция вот теперь остается один вопрос выдержит она или не выдержит ну будем надеяться что все таки она выдержит данное мероприятие что все таки она выдержит это не выдержит Продолжение следует... 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 Поэтому сейчас излишки масла мы удаляем, поршень вставляем на место, поршень вставляем на место, так, для того чтобы у нас ствол обратно встал без каких-либо проблем, мы должны его туда вставить ровно, ствол на месте. Так, теперь мы примеряем газовую пружину, непосредственно просто примеряем. И с доработками, с определенными доработками, мы в принципе газовую пружину такими же усилиями, такими же способами, мы ее вернем в нормальное положение. Значит, для того чтобы доработать вот эту вот систему, нам необходимо будет следующее. Вот если вы обратите внимание, вот здесь вот имеется направляющая для пружины, вот ее необходимо спилить, то есть удалить, ровно по центру сделать, сверлом 10 мм сделать отверстие для чего? Отверстие для фиксации непосредственно штока самой пружины, то есть оно все будет выглядеть вот таким вот образом, только без учета зазора вот этого. и все. После небольших доработок вот такая вот конструкция получилась. Это вот упор получается для штока самой пружины, то то есть вот такая вот конструкция будет в итоге. Вот такая вот. Теперь приступаем непосредственно к установке самой пружины. для этого возвращаем на место вот эти вот две прокладочки пластмассовые. вставляем пружину и выдвигаем обратно во всю эту конструкцию задник таким образом, чтобы шток пружины попал непосредственно в направляющую. так так в итоге вся конструкция должна в обратной последовательности собираться, то есть опять же ставятся упоры специальные для того, чтобы прижать пружину. своих сил, я так полагаю, для этих целей не хватит. Ну да. Ну, значит, сейчас будем... Так, вот такая вот конструкция фиксирующая. С этой стороны металлический фиксатор. Значит, сейчас начинается самая нудная процедура этого всего. это затягивание пружины. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Путем определенных усилий мы зафиксировали задник на непосредственно ствольной коробке. И ставим на место. И так, после того, как мы собрали ударно-спусковый механизм, начинаем вкладывать в ложи, вкладываем непосредственно саму. Продолжение следует... Продолжаем. Так, ну что. Сборка подошла к концу. Сейчас мы проверим. Сборка подошла к концу. Так, первый пробный выстрел произведен. Запах от смазки, так называемого дизель-эффекта, очень сильный. Сейчас начинается процесс сборки и, соответственно, уборки. Спасибо.